Как найти деньги на развитие компании? Этим вопросом задается каждый руководитель крупного производства. У многих такая возможность появилась благодаря нацпроекту «Производительность труда». Его цель – рост выработки продукции на средних и крупных предприятиях не ниже 5% в год. В проект до 2024 года вовлечены 44 компании, в том числе А7АГРА. Руководствовавшись принципами бережливого производства, мы применили такой подход, который позволяет нам не перенастраивать маркиратор несколько раз. Мы раньше его переносили, дату периодически. То есть это специальное преимущество, которое выражается во времени. Одна перенастройка – 15 минут. То есть, соответственно, мы сейчас этого не делаем. Бывало, в день нам могло быть до 6-7 перенастройок. Легко подсчитать, что экономия измеряется часами даже в день. Производство кисломолочной продукции здесь происходит круглосуточно. Работникам нельзя терять ни минуты, ведь до сутки нужно произвести около 300 тонн молока. Все молоко направляется на сепарирование, где происходит разделение молока на две фракции. Это обезжиренное молоко и сливки. Нормализатор нормализует до нужного количества и нужной жирности, которую забивает оператор по схеме. На сегодняшний день в Оренбурге на 9 предприятиях участников завершен первый этап реализации нацпроекта. Специалистами регионального и федерального центров компетенций приведено обучение 298 сотрудников. Оренбургская птицефабрика смогла увеличить объем выработки упакованного яйца на 14%. На предприятии Вишневские расфасовка полуфабрикатов из свинины увеличена на 24%. Повышение зарплаты на запланированном вот сейчас на текущий месяц получается тот человек, который работал на сметане и сейчас может там не работать, а выполнять другую работу. Соответственно, он генерирует какие-то дополнительные блага для предприятий. Мы рассчитываем, что до конца года это все сотрудники ощутят, увидят, собственно, прибавку именно в своем личном финансовом интересе. У нас успешно работает наш региональный центр компетенций, в котором эксперты сертифицированы, сертифицированы с первого раза. Заходят эксперты, проводят диагностику, картируют процесс, смотрят недостатки, смотрят потери, диагностируют все это и, соответственно, вырабатывается дорожная карта по устранению потерь. Участникам нацпроекта могут стать предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей за предыдущий год, а также работающие в базовых несырьевых отраслях экономики, например, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспортировка и другие. Чтобы участвовать в нацпроекте, достаточно просто зарегистрироваться на сайте производительность.рф, после чего специалисты будут рассматривать заявку.